Спасибо, Татьяна Юрьевна, за приглашение. Марина Борисовна, Надежда Васильевна, добрый день. Как всегда, начну с того, что мы оказываем телемедицинские консультации «Врач-врач», мы оказываем услуги в рамках референс-центра, мы оказываем услуги в рамках личного кабинета телемедицинской консультации «Врач-пациент». Об этом все прекрасно знают, но повторение мать учения. Что же такое телемедицинская консультация «Врач-врач»? Она бесплатна на сегодняшний день, повторюсь, и для пациентов, и для учреждения, для заказчика этой телемедицинской консультации. Можно организовать видеоконференц, связь, пригласить высокопоставленных коллег из нашего учреждения, которые обязательно расскажут и будут вести пациента удаленно. Можно проводить динамическое наблюдение, и можно также в телемедицинской консультации «Врач-врач» получить ответ приглашения на госпитализацию. Это быстро, удобно и, естественно, надежно, потому что все это происходит по защищенным каналам. Референс-центр. Участником данного проекта здравоохранения мы являемся с декабря 2019 года. Работаем в рамках системы ОМС. Бесплатно забираем и отсылаем материал, что очень важно, не нужно тратиться на курьерскую доставку онкодиспансерам и любым другим больницам. Нет ограничений по территориальному признаку. На сегодняшний день мы забираем материал и с Еврейского автономного округа, и с Сахалина, и с Владивостока, и с Адыгеи. То есть у нас абсолютно нет никаких проблем отправить курьера туда, куда нужно. Точно так же абсолютно бесплатно мы отправляем материал обратно в лечебные учреждения, выполняем молекулярно-генетические исследования как по ОМС, так и абсолютно безвозмездно. То есть если генетики во время проведения какого-либо молекулярно-генетического теста понимают, что нужно сделать какой-то дополнительный тест, они его делают сами самостоятельно и высылается ответ в регион. Если же врач-клиницист в регионе понимает уже, что скорее всего будет необходим какой-то дополнительный молекулярно-генетический тест, то, соответственно, он указывает эту информацию в направлении, и наши работники выполнят данное исследование. По направлению 0,57У мы выполняем молекулярно-генетические исследования, гистологические и моногистохимические исследования, фьюжн-биопсию молочной железы, фьюжн-биопсию предстательной железы и биопсию шейки матки. Так выглядит направление. Обязательно должна на этом направлении быть личная печать врача, печать учреждения, и должно быть обязательно указание классификации ТНМ и стадии заболевания. Для пациентов, которые не хотят обращаться через телемедицину врач-врач, разработан и создан личный кабинет, который работает через систему госуслуг с 1 июля 2020 года. На слайде представлен наш сайт, главная страничка нашего сайта, и с правой стороны есть кнопочка «Личный кабинет», там все подробно написано, нажимаете на данную кнопочку и проваливаетесь в информационное поле, где расписано, как необходимо зарегистрировать личный кабинет, как возможно получить консультацию, сроки, перечисленные фамилии врачей, которые оказывают телемедицинские консультации, врач-пациент, и, соответственно, указано, как можно оплатить данные консультации и как получить ответ. Личный кабинет, как я уже говорила, интегрирован с сайтом госуслуг, то есть у пациента должен быть обязательно зарегистрирован аккаунт на сайте госуслуг, аккаунт должен быть полностью подтвержден, там должна присутствовать электронная почта обязательно, она должна быть тоже подтверждена. Без этого, к сожалению, интеграции с нашим личным кабинетом не произойдет. Данные консультации могут быть первичными, но, обращая ваше внимание, что при первичной консультации врач-пациент возможно только приглашение, либо не приглашение на очную консультацию, потому что изменять диагнозы и давать рекомендации по лечению 323-й федеральный закон на сегодняшний день посредством личного кабинета врач-пациент запрещает. В большинстве своем данной услугой используются наши повторные пациенты, которые уже очно были в нашем учреждении и хотят получить дополнительную консультацию по своему текущему заболеванию. Так как это школа пациентов, и здесь мы рассказываем не только о том, что делаем мы, и я хотела бы обратить ваше внимание, уважаемые пациенты, уважаемые представители пациентов, родственники, родственников, на то, что вы находитесь в таком, когда узнаете о диагнозе, находитесь в каком-то таком вакуумном пространстве. И вам кажется, что это случилось только с вами, и больше во всем мире никто не болеет. Это не болеет ничем и не болеет, естественно, онкологическим заболеванием. Это абсолютно неправда, это неправильное мышление. Мы все болеем, и даже мы, которые работаем вроде как в Национальном медицинском исследовательском центре, мы тоже болеем, у нас тоже болеют родственники, и мы как-то пытаемся справиться с этой ситуацией. Конечно, есть пациенты, есть люди, которые не могут открыто говорить о своих болезнях, они стесняются, они чего-то боятся, им очень сложно, но они могут зато почитать. Информационное пространство сейчас настолько открыто, что мы можем узнать буквально всё из сети интернет, от того, что родился новый принц какой-нибудь, до того, что там розовые дельфины появились около острова Самуи в Таиланде, до этого их 20 лет не видели, как люди туда пришли в большом количестве, а сейчас они снова там, потому что людей мало, пандемия, никто не ездит на остров, не загрязняет, и мы тоже об этом узнаем из сети интернет. В тот момент, когда в нашей стране Советский Союз закончился, и начались 90-е годы, на самом деле, мне кажется, это был один из самых сложных периодов для лечения пациентов, очень мало было информации, невозможно было никуда уехать, никто ничего не знал, никто ничего не понимал, но даже тогда люди болели, люди выздоравливали, даже тогда врачи работали, оказывали помощь, и по какому-то сарафанному радио передавали информацию пациенту, родственнику, родственнику, и как-то люди узнавали об учреждениях, приезжали через километры, расстояние пересекали огромное, на сегодняшний день все открыто. На данном слайде представлены пациенты, четверо из которых на сегодняшний день занимаются лечением меланомы, о чем, собственно, у нас идет речь. Это Дубов Кирилл, Юлия Гладких, Яна Ермош и Ульяна Шкатова. Они все находятся в разных периодах лечения, они принимают все разные препараты. Кто-то лечится из них за границей, кто-то лечится из них в намицинкологии Герцена, кто-то лечится из них в намицинкологии Петрова, кто-то находится в ремиссии. Они все открыты для общения, и если вдруг вы не знаете, с кем поговорить, кому обратиться, не хотите обращаться к психологам по какой-то причине, или родственники пациента не знают, как поддержать пациента, какую историю им рассказать, я предлагаю вам всем ознакомиться с их социальными сетями, они абсолютно открыты, и между собой все эти люди, как ни странно, общаются. То есть они абсолютно из разных городов Российской Федерации. Это я могу сказать точно, потому что с каждым из этих людей я лично общаюсь. Я никого не знаю, не видела никого лично, ни с кем за руку не здоровалась, но все эти люди знают меня, и я знаю их. Соответственно, никто не закрывается, все готовы помогать. И если кому-то нужен совет, помощь, какая-то рекомендация, они все готовы всегда помочь. Светлана Неретина – это онкологическая пациентка в стадии ремиссии, она принимает иммунопрепараты, у нее ни заболевание, ни меланома, но это настолько потрясающая история, что я постоянно буду про нее говорить, потому что это тот человек, который пересматривает все эфиры со всех онкологических форумов, она замещает собой, мне кажется, несколько департаментов Министерства здравоохранения, потому что это человек, который описывает маршрутизацию, который рассказывает о новых законах, который описывает свое состояние не только в процессе лечения, но и в процессе своей жизни. То есть она помогает всем и каждому благодаря тому, что она за свою жизнь пережила. На сегодняшний день она является представителем благотворительного фонда «Огромное сердце». Это единственный, который фонд, один из фондов, который занимается лечением, помогает в лечении взрослого населения, не касается деток, потому что детских фондов очень много, и взрослые пациенты тоже теряются, не знают, куда попасть, куда податься, что детей берут все, а взрослым пациентам мало кто помогает. Так вот, данный фонд готов оказывать поддержку пациентам не только какую-то информационную, но и у них есть служба такси, они, пожалуйста, привозят, увозят пациентов до онкологических клиник с аэропорта или с вокзала. То есть много есть информации, которая вам, уважаемые пациенты и родственники, будет очень полезна. Я призываю не закрываться в своей проблеме. Всегда есть люди, которые готовы и хотят вам помочь. Это только кажется, что вы одни. На самом деле тех, кто хотят вам помочь, очень много. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok